На уровне четырех регионов в Прикаме создают межрегиональный офис по оценке регулирующего воздействия. Попробуют найти иностранных инвесторов. В Пермяке представят на Инопроме более 30 своих проектов. Стоимость картин без верхнего предела. В Пермь привезли частные коллекции самых продаваемых художников мира. Новости на РБК. С вами Рустам Багизов. Добрый вечер. Ни один закон без участия бизнеса в Прикаме возьмут на вооружение опыт соседей в сфере применения оценки регулирующего воздействия. Эту тему сегодня обсудили главы Министерства экономического развития трех регионов Приволжья. В Прикаме Татарстан, Нижегородская и Ульяновская области объединят усилия по защите предпринимателей от административных барьеров и созданию комфортной среды. С этой целью в Перми открыт межрегиональный проектный офис. В нем сосредоточат лучшие практики по применению оценки регулирующего воздействия. Все будут совместно проводить экспертизу региональных законов с участием бизнес-сообщества. Опыт Ульяновской области, где законы принимают исключительно с участием бизнеса, начнут тиражировать. Есть и проблема вовлечения бизнеса в оценку актов. Требуется определенная подготовка правовая. И, на мой взгляд, есть сложные или значимые проекты законов, которые могли бы быть, региональные законы, в оценке экспертизы которых могли бы участвовать и бизнес-объединения соседних других регионов. Как грамотно оценивать нормативные документы будут учить на совместной площадке проектного офиса и бизнесменов и госслужащих. На ежегодную промышленную выставку Иннопром, которая состоится в Екатеринбурге, от Перми поедет более 30 компаний. Перми будут представлять малоинновационные предприятия при вузах, например, занимающиеся геологическим прогнозированием или созданием микроигольных аппаратов для медицины. Центральной темой станет разработка программных продуктов, баз данных и IT-технологий. Представители российских стартапов будут искать себе иностранных инвесторов и партнеров. Самым крупным из них станет Индия. Одна из крупнейших экономик на сегодняшний день – это Индия. Поэтому для пермского рынка и для предприятий пермского края этот рынок представляет собой тоже большой интерес с целью расширения рынка, сбыта своей продукции. Крупный бизнес на выставке представит «Протон ПМ» и приборостроительная компания. Они выступают кураторами малых предприятий. Кроме того, они хотят присмотреться к индийским стартапам. Пермский край оказался в пятерке регионов-лидеров по среднему возрасту автомобилей. Машины в Прикаме оказались наиболее молодыми. Средний возраст всех автомобилей в России, по данным автостата, 12,5 лет. Машины пермяков значительно новее. Средний показатель в регионе – 10 лет. Впереди Прикаме оказались лишь Татарстан, Хантамансийский округ и Москва. Эксперты рынка связывают это с тем, что в 2006, 2007 и 2008 годах в Перми как раз активнее продавались автомобили. И сейчас пермяки чаще предпочитают взять кредит, чем тратить деньги на частые ремонты. Наши клиенты подходят рационально. Зачем покупать брус автомобиль с пробегом, в который нужно будет вкладываться, когда можно купить машину с гарантией до 5 лет. Эксперты добавляют, развит в Перми сегмент автокредитования. Множество клиентов в дилерских центрах предоставляет займы до 60% от стоимости автомобиля. Доллар и евро незначительно подорожали. Центробанк повысил курс американской валюты на выходные и понедельник на 19 копеек и остановил ее на планке 64-24. Евро вырос в цене на 24 копейки. В понедельник он будет стоить 71-16. В Пермь привезли частные коллекции самых продаваемых художников мира. Посетителям представят малоизвестные графические рисунки Далии Пикассо. 95 графических работ от двух художников впервые представлены в одной выставке. Каждая картина – часть серии. Всего их пять. Они взяты в аренду у частных коллекционеров Франции и США. Стоимость одной работы приблизительно равна 2000 евро. Однако назвать цену в отдельности на определенную картину называть не берутся. У полотен нет верхнего предела стоимости. Если вся серия, например, из 20-ти работ или из 13-ти работ, цена будет уже совершенно другая. Если 20-й экземпляр литографического камня, то стоимость, соответственно, еще больше у величества. Пикассо – один из самых продаваемых художников современности. В прошлом году на аукционе «Кристи» с картины «Алжирские женщины» была продана почти за 180 миллионов долларов. А Дали еще при жизни имел коммерческий успех, в частности, нарисовал на заказ знаменитый логотип «Чупа-Чупс». Далее прогноз погоды на завтра. Удачных выходных!